Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с вами в шопинг-моле, таком большом, в городе Сан-Фосе. Называется он Истрич-молл. Истрич-молл, вот тут его карта. Мы подумали, мимо ехали, думаем, давайте-ка это, заедем, пообедаем. Тут когда-то был шикарный си-фуд, такой рыбный, или так, морепродуктов такой был ресторан. По-моему, эта сеть уже закрылась, но не суть важна. Ага, не суть важна. А молл гигантский, просто необъятный по размерам. Мы сейчас вот, чего удастся, покажем, а все остальное съедим. Вы видите, зеленым цветом покрашено, это то, где еда. Вот она и здесь тоже, видите, фуд порт. Вся еда зеленым цветом, и это на втором этаже. Мы пришли на первый, сейчас пойдем разбираться. Да, Света говорит, что ей казалось, тут раньше был ресторан. Очень часто в молот меняется то, что там есть, выходит из бизнеса на раз. Сейчас вообще розничная торговля очень ослаблена, интернет-торговлей. Но надо сказать, что несмотря на то, что магазины вышибают, вышибают и вышибают из бизнеса, находятся другие, которые на их месте открываются. Главное, чтобы это место было популярным, чтобы там люди были. Всегда находятся желающие. Сейчас несколько немецких сетевых магазинов пошли в Соединенные Штаты. Видите, второй этаж там еще есть. Да, мы идем наверх. Мы идем наверх, а вы видите вот эту, можно сказать, красоту. Вместе с нами. Шопинг-молл это не только место, где можно что-то купить. Это место, где люди отдыхают. Они приходят с семьями на целый день. Тут вот можно, видите, и массаж, массажное кресло, там бесплатно. Тут же есть и спортзал, кстати, и кинотеатры, и покушать. Ну, все есть. Вот игровые заведения. Вот, в частности, вот видите, написано. Боллинг и амьюзмент. Там машины всякие стоят. И, наверное, там дальше боулинг есть. Надо посмотреть. А вот, пожалуйста, вот отсюда хорошо видно. Видите? Это место проведения досуга культурного. Ну, помимо того, что купить, что ли. И здесь не жарко. Здесь все-таки кондиционированный воздух. Есть много мест, например, скажем, в Аризоне. А куда пойти? Ну, вот там вообще зной. Это не то, что у нас тут. Куда идти? Вот идут шопинг-моллы там. В общем, вся жизнь. Продвигают по сутку. По сутку. Да. Вот стоит девушка. И все норовит. Претцель кому-нибудь дать, чтобы он бесплатно его попробовал. А это такая штука, что вот так кусочек возьмешь. Хочется второй, третий, двадцать третий. Да. На Плазах есть такие мощные несколько магазинов, которые составляют основу. Вот, допустим, H&M внизу, да? Или вон там впереди магазин Sears. Они такие громадные. А дальше к ним набивается всякая мелочевка. Мы движемся по молу. И я вам скажу, что если заходить там раз в три года, то может оказаться, что половина магазинов поменялась. Удивительно, вот таким же качеством обладает даунтаун города Лос-Алтас. Там вот, кроме того, что там сто лет уже стоит, все остальное вылетает из бизнеса на раз. Вкусняшечки. Понятно. Понятно. Вот то, что называется фуд-корт. Это такое место, где разные забегаловки с едой. Обычно это все забегаловки непритязательные. Попроще, подешевле. Такие народные. А, друзья, пицца. Ну, мы пиццу не будем, да, Света? Взять пиццу. А? Взять пиццу. Взять пиццу. Ну, мы сейчас посмотрим еще вокруг. Что тут есть, да. А что это очередь-то? Это Макдоналдс. Друзья, даже в Америке, друзья, в Макдоналдс бывает очередь. А первый раз Света попала в Макдоналдс в Москве. Когда его только открыли. Она стояла сколько в очереди? Нет, был дождь, никого не было. А, тебе повезло с дождем. Она пришла под дождем. Но это было впечатление, Света? Ну, сынная пабылька. Было очень вкусно. Потом после этого хотелось есть еще сынок. Ну, да. Макдоналдс такая забегаловка. Поел и еще захотелось. Это что-то китайское. Вот вы видите. Так. Нет. Нет, безусловно, нам это не годится. Ну, раз мы уже пришли в фудкорт. Я-то думал, ресторан именно. Вот в таком вот лотке, конечно, мы не имели в виду слотка. С лотка питаться. Да. Это что-то... А это сабвей. Тут такие бутерброды делают длинные. Сан-сэ. Это что-то японское. Ну, может быть, тут действительно что-то... Вот, видите, написано. Сан-сэй. Сан-сэй. И вот они накладывают в коробочку. Вы видите то, что там у них за спиной, то и делают. Ну, может быть, мы сюда подойдем. Пойдем дальше поглядим. И тут тоже очередь есть. Когда вы видите очередь, это о многом говорит. Ага. Это... Такие отбивные. Казалось. По названию отбивные, а так бутерброды. Филли стейкс, да? Филли. Но стейков я как раз и не вижу. Вот такие просто отбивные. Вот. А там что-то такое... Пакистанское, что ли. Да. Что они делают? Да. Какой-то такой. Прямо вот жарят. Видите? Овощи на горячем таком. Человек набирает овощи сырые. Видите, он там их набирает. Дает работнику. Да, но он из соусе жарит. Вот он из соусе жарит. Вон там что-то китайское. Гон-ча. Даже не знаю. В общем, это все, что мы обошли. Вот вы видите, как прикольненько. Я предлагаю посмотреть еще раз директорию. Может быть, там есть просто ресторан, а не вот такая забегала. Forever Fony One. Это популярный магазин, но не из тех, который является системообразующим для такой шоппинг-мола, для шоппинг-плазы. А вот Мэйсис как раз является. Вот, допустим, там 3-4 магазина типа Мэйсис такого уровня. И вот у вас есть плаза, которая, Джесси Пенни, да, которая набивается уже всем остальным. Уже пришли люди, уже им покушать надо, в игры поиграть. И вот тогда все хорошо. Так, мы снова едем на эскалаторе, спускаемся вниз. Пожалуйста, вот тут можно ногти сделать. Сделать массажик, там, маникюр-педикюр. Все как положено. И тут же детская площадка. Обратите внимание, вот тут. Пока мамы там по магазинам, значит, папы с детками. И наоборот. Да, вот в ту сторону, вы там видите, в торце, системообразующий магазин Джесси Пенни. Мороженый йогурт, ювелирка. Ну, еще раз, это не Стэнфорд Шоппинг Плаза. Это совсем другого уровня местечко. Вот. Так что будет время, не знаете, что делать. Берите свою мышкофу и приходите сюда на целый день. Нашли, друзья. Нашли мы то, что искали. Название у него поменялось. Насчет места я не уверен. Потому что напротив него был тоже вот этот вот ресторан Red Robin. Поэтому я даже... А, вы знаете, что это не второй этаж, это первый. Почему-то мне казалось, что второй. Мы поднялись на эскалатор. Я понял, это абсолютно то место, где был тот ресторан. Назывался Тадай. Это была сеть. Вместо него теперь у нас Томми. Это обалденный японский буфет. Он откроется через 15 минут. Вот мы видим с вами, там идет подготовка. Давайте посмотрим. Уже образуется небольшая очередь из оголодавших. Ну, я вам скажу, на такой зал очередь не такая большая. И вот, оказывается, сейчас все и произойдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова